Уже не первый год осенью инвалиды по зрению приезжают в Брест, чтобы поучаствовать в конкурсах, тренингах и акциях, проводимых в рамках месячника «Человек с белой тростью». Сегодня в одном из первых мероприятий проекта, который носит символичное название «Я самый реабилитированный», участники проверяли свои навыки и умения в освоении техники чтения и письма по Брайлю, а также пользование компьютером. С 15-го числа на Брестской области, как и на всей республике, стартовал месячник «Человек с белой тростью». У нас на Брещене это уже проходит с 2005 года. Сегодняшнее мероприятие является одним из ключевых мероприятий в рамках этого месячника. То есть это человек «Я самый реабилитированный». Он у нас проходит в Бресте с 2006 года. Он рассчитан на показания того, что инвалиды по зрению могут в своей жизни практически все. Анна Стасюк в конкурсе принимает участие не первый раз. В 2011 году, успешно пройдя все областные соревновательные барьеры, девушка представляла Брещену на республиканских стартах. Но несмотря на серьезные успехи, Анна Валерьевна считает, что главное на подобных первенствах не победа, а участие. Возможность познакомиться с новыми людьми, найти единомышленников и друзей. А потому атмосферу можно скорее назвать дружественной и теплой, чем соревновательной. В данном конкурсе я уже второй раз участвовала. Участвовала первый раз в ПАЗа в прошлом году, то бишь 2011. И сейчас предложили опять, появилась возможность. В принципе, этот конкурс, первый, то, что находишь друзей. Во-вторых, проверяешь себя и смотришь, насколько реабилитированы уже другие люди, кто с тобой. Опять же, такие же, как и ты. И сам же убеждаешься в том, что я, оказывается, могу больше. И, соответственно, появляется желание достигнуть опять чего-то еще большего, что-то более новое испробовать. Завтра конкурс «Я самый реабилитированный» продолжится. Участники должны будут продемонстрировать, насколько хорошо они владеют пространственным и социально-бытовым ориентированием. По итогам двух соревновательных дней будет определен состав участников, которые уже в начале ноября представят нашу область на республиканских состязаниях.